Как видим, в магазине наличие масок имеется. В руках Андрея Очнева, эксперта управления потребительского рынка, мобильник с приложением с его помощью, чиновник фиксирует, есть ли в магазине товары, которые должны обязательно присутствовать в ассортименте. Например, медицинские маски вошли в перечень буквально в начале недели. Проводим фотофиксацию. После чего данные сведения отправляем в программу Министерства потребительского рынка. Задача эксперта – проверить не только наличие продуктов первой необходимости в магазинах, но и стоимость товаров. Первым пунктом у нас проходят макаронные изделия. Мы выбираем минимальную цену на данный товар. А здесь она 12,90 за 400 грамм. Всего в перечне товаров 9 позиций, которые обязан проверить ревизор. В том числе огурцы и помидоры, гречка, рис, сахар, мука, курица и макароны. По словам управляющего магазина, товарный дефицит наблюдался в начале марта, но сейчас проблем нет. В середине апреля спрос уже нормализовался, поставки у нас стабильные, без каких-либо перебоев. И, соответственно, товар имеется. По словам эксперта, все магазины «Химок» с задачей справляются. В городском округе «Химки» в настоящий момент мы мониторим 107 магазинов торговых сетей. Нарушений со стороны торговых сетей практически нет. Со стороны жителей наблюдаются единичные случаи посещения магазинов без масок. И все же конфликтов не возникает, говорит эксперт. Как правило, люди возвращаются с маской, либо покупают ее прямо на кассе и только тогда проходят в торговый зал. Напомним, с 12 мая на территории Московской области ввели обязательное использование масок и перчаток в местах общего пользования. К ним относятся все объекты розничной торговли, аптеки, общественный транспорт, включая такси, все предприятия, продолжающие свою работу, медицинские организации. Александр Сергеев, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.